Крупный штраф Шумевших дел, вы помните, связаны с Mudarabar Capital. Популярные блогеры Миржан Турибаев и Мирхан Шернязов сейчас находятся под арестом. Тем временем еще одну финансовую пирамиду выявили в Туркестанской области. Называлась она «Неработа». Мошенники действовали по известной схеме, собирали деньги с людей, часть средств за счет новых вкладчиков возвращали под видом процентов. Начиная с 2019 года жители региона успели вложить в финансовую пирамиду 80,5 миллиона тенге. Сейчас проводятся следственные мероприятия и другую информацию не разглашают. Счетный комитет выявил нарушение в исполнении госбюджета на 413 миллиардов тенге. Больше всего недоработок нашли в Мининдустрии и инфраструктурного развития сразу на 8,5 миллиардов. Следом идут Минздрав, Минобразование и Минэкология. Они этот антирейтинг, так сказать, возглавляют. В счетном комитете подчеркивают, нарушения происходят на фоне традиционного дефицита бюджета. На реализацию больше трети республиканских проектов сегодня финансы направляют из нацфонда. Другие темы. Экибастуз, там загорелась школа. При проведении капитального ремонта рабочие нарушили правила пожарной безопасности. Вспыхнули строительные материалы, пластиковые конструкции. 40 человек, которые находились в здании, срочно были эвакуированы. В учебном заведении идет реконструкция по программе «Современная школа». Из бюджета областного направили 600 миллионов тенге. А работают две подрядные компании. Их представители вину свою признали. Они готовы полностью ущерб нанесенный возместить. Отмечу по информации ДЧС. С начала года более 300 школ проверили на соблюдение требований пожарной безопасности. И выявили почти 2000 нарушений. Напомню, не так давно в Павлодаре горели две школы. По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение на первом этаже, в трехэтажном здании в кабинете номер 112. Это, получается, строительные материалы и окна, двери. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительной причине пожара проведение огневых работ, то есть сварочной работы. На втором этаже проводились ремонтные работы по замене теплотруб События в мире. Поезд пассажирский сошел с рельсов на востоке Ирана. 17 человек погибли. Это как минимум порядка 50 пассажиров. Госпитализированы с разными травмами. На месте работают медики, спасатели. И количество жертв может еще вырасти. Авария отмечу произошла рядом с городом Тебес. С рельсов сошли 4 из 7 вагонов. По факту случившегося проводится следствие. Итальянские полицейские изъяли 4 тонны кокаина в городе Триесте. По словам следователей, партия стала одной из крупнейших, перехваченных в Европе. Вместе с наркотиками силовики обнаружили у подозреваемых почти 2 миллиона евро. И это все была наличка. Перевозкой незаконных веществ занималась транснациональная преступная группировка. И в результате длительного расследования полиция задержала 38 выходцев из Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Нидерландов и Колумбии. Еще одна крупная партия наркотиков изъята. Но теперь в Казахстане октаусским полицейским пришлось штурмовать квартиру в одной из высоток. На альпинистском оборудовании сотрудники специального подразделения через окно проникли в комнату и задержали наркопреступницу, гражданку Ирана, кстати. Во время обыска у нее изъяли 39 килограммов опия. Наркотики были расфасованы в пластиковые емкости. Операция «Положительное время» разрабатывалась сотрудниками криминальной полиции Департамента полиции Мангестовской области. В отношении подозреваемых следственным судом города Актаус санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей. Данные фокусы завершены в ЕСДР по статье «Незаконное изготовление приобретения хранения перевозка в целях сбыта наркотических средств». Иная информация об интересах следствия не разглашается. Еще одна новость. В Казахстане запретят курить и продавать вейпы. Об этом сегодня в Можилисе заявил депутат Аманджан Джамалов. По его словам, в Кодекс о здравоохранении внесут поправку, запрещающую продажу и потребление курительных устройств жидкостью и газами. Также в нашей стране введут акцизы на так называемые стики. Налогом их будут облагать почти таким же, как сигареты. До сегодняшнего дня, отмечу, платежи с реализаторов нагреваемого табака не брали. Хотя, по данным ВОЗ, организму они наносят такой же вред, кто бы что ни говорил.